Ну, мы знаем, да, что от Владимира Владимировича поступил вот прямо реальный запрет пожелания того, чтобы возник специальный закон, который запрещает сравнивать ботинки правой и левой. И запрещает понимать, какой ботинок правый, какой ботинок левый. Запрещает в законодательном порядке. Ну, потому что это раскол и смута. Да, это произойдет, Лиза. То есть нельзя будет сравнивать гитлеризм и сталинизм, сталинскую армию и гитлеровскую армию, нельзя будет публично обсуждать, кто у кого выиграл битву за фашизм и отобрал этот фашизм, и кто как им воспользовался. Чьи канцлагеря были канцлагеристы и чьи массовые убийства были массовые. В принципе, введение такого рода цензуры и прямого шантажа статьями Уголовного кодекса, это окончательно добьет интерес ко Второй мировой, что, в общем, тоже, по-моему, неплохо. Она станет таким казенным обрядом для одних и совершенно смертельной скукой для других. И забудется, вероятно, нафиг, потому что вот российская власть, она чем шире открывает пасть, тем она, как правило, больнее кусает себя за задницу. Это вообще стиль, они не умеют вести идеологические войны. На самом деле, невелика потеря, потому что в основном интерес к этой войне, он вообще едва теплился. И просто ведь мы знаем, что интеллигенты очень любили на досуге попыхтеть о всяких там Риббентропах. И вот только на этом пахтении, на том, что это всегда было дискутивно, на тем, что это всегда было болезненно, эта память и держалась, а с тех пор, как введено абсолютное единомыслие и будет закреплено, то есть мы не сможем уже там через пару месяцев ничего, ни единого слова сказать о Второй мировой войне. Но, в принципе, это личный пунктик Владимира Владимировича. Пусть он себе в эту войну играет, оставьте его в покое. В конце концов, одной войной больше, одной меньше. Нам ведь все равно, о какой говорить, хоть о Троянской, хоть о войне Алой и Белой Розы. Это его как бы персональная аквадискотека, персональная железная дорога. В конце концов, командуя таким количеством статей, решеток, мордоворотов с запотевшими забралами, он может себе это позволить. Это его хобби. Спасибо.